здравствуйте мои друзья сегодня мне хотелось бы рассказать как нужно правильно пользоваться химией чтобы не получать ожоги на корнях и также чтобы орхидеи более менее заметно переносили этот химический состав сразу хочу сказать что эти знания у меня не из личного опыта так как химией пользуюсь я очень и очень редко совет мне был дан вот знающего своем деле специалиста который занимается орхидеями около 45 лет гуляя по страницам интернета и наблюдая за тем или иным каналом на ютюбе я заметила что любители орхидеи очень любят практиковаться на обработке химией при наличии паразитов и даже без них в целях профилактики кто следит за моим каналом тот знает что химия использую очень-очень редко при запущенных ситуациях и так как химия используется у меня очень редко то при использовании чтобы орхидеи не получили у меня стресс я стараюсь добавлять некую порцию кальция перемешивая вместе с химией в одном растворе всем известно что кальций имеет волшебное воздействие на орхидеи то есть на их иммунную систему этим давай с легкостью преодолевать те или иные трудности которые мы иной раз создаем неправильном уходе для орхидей или внезапные аномальные климатические условия которым орхидеи наши были не готовы добавляя кальций в раствор с химией мы даем орхидеи возможность с легкостью переносить эти тяжелые химические препараты которые очень тяжело отражаются на иммунной системе орхидеи затормаживая их развитие и практически в некоторых случаях вводя в ступор также химическое воздействие может отражаться на последующем цветении показывая цветы в рваных некрасивых формах следующее действие которое я советовала бы также применить при внесении удобрений и обработки химией это предварительное смачивание корней будь это с поливизатора или предварительным замачиванием так как корневая система насытившись влагой менее уязвима к ожогам и также воздействию тех или иных препаратов включая тяжелую химию по сравнению с сухими корнями которые при моментальном всасывании влаги с препаратами или тяжелой химии имеют способность обжигаться показывая черные некрасивые пятна на самой корневой системе вот вроде бы и все что я хотела вам рассказать так как считаю что это очень важная информация которую я услышала в прошлом году это то где нужно добавлять кальций предварительное замачивание я практикую уже очень долгое время но к сожалению не всегда у меня получается так как коллекция очень большая но по мере возможности я стараюсь предварительно увлажнить корневую систему перед тем как воспроизвести какие-либо действия на этом я буду с вами прощаться всем спасибо и пока пока